Приветствую! Мы продолжаем изучать приговоры, которые выносит судебная власть, связанные с мобилизацией в Украине. В понедельник мы рассматривали с вами в целом приговоры по статье 336 за уклонение от мобилизации. Во вторник мы рассмотрели интереснейший оправдательный приговор, где человека признали невиновным в уклонении от мобилизации. Ну а сегодня мы поговорим о приговорах, которые вынесены в январе 2024 года по статье 337 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за уклонение от воинского учета. И прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих приговоров, давайте еще раз вспомним, что же это за статья такая. И вот на экране мы с вами видим эту статью 337 Уголовного кодекса, называется она «Ухиление від військового обліку або навчальных специальных сборей». И что мы здесь видим? «Ухиление призывника, військовозобовязанного резервиста від військового обліку, після попередження, сделанного відповідным керівником территориального центру комплектування та социальної підтримки, карається штрафами від 300 до 500 наоподаткованных минимумів доходів громадян або виправными роботами на срок до одного року». Ну и здесь нужно разобраться в первую очередь в вот этом попереджене, да, человеку должно быть вручено предупреждение начальника ТЦК и СП о том, что этот человек уклоняется от воинского учета и, возможно, ему уголовная ответственность. Причем это предупреждение должно быть, естественно, вручено человеку под подпись, а не просто там сказать, что мы ему вручали. Далее, что здесь важно? Разобраться еще раз в санкции этой статьи, потому что не всегда люди правильно ее понимают. В первую очередь мы видим, что здесь штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходів громадян. И многие люди неправильно считают эту сумму. Здесь будет штраф в гривне от 5100 гривен до 8500 гривен. Обращаю ваше внимание, что в соответствии с нормами налогового кодекса здесь считается необлагаемый налогом минимум в сумме 17 гривен. И, конечно же, возникает вопрос, а что такое выправни работы на строк до 1 року? Что це таке? Выправни работы. Это связано с ограничением свободы человека или нет? Открываем мы с вами 57-ю статью Уголовного кодекса. И здесь вот в первой части написано, что же такое выправни работы. Покарание у виду виправных работ встановляется на строк от 6 месяцев до 2-х годов и отбывается за месяцем работы засудженного. Из суммы заработка засудженного до виправных работ проводится відрахование в доход державы у размера, встановленному выроком суду в межах від 10 до 20%. Что же это значит? А это значит, что если человеку назначили такое наказание в виде исправительных работ, то он продолжает, в принципе, жить обычной жизнью. То есть он ночует дома, он продолжает ходить на работу, выполнять ее. Но в доход государства ежемесячно у него удерживается в виде наказания от 10 до 20% заработной платы. И все. На этом все наказание заканчивается. При этом у человека будет обвинительный приговор, будет вот это состояние судимости, поскольку его обвинили, его признали виновным в совершении правонарушения. Но никакого ограничения свободы в этом случае не будет. Ну а теперь перейдем к приговорам за уклонение от воинского учета за январь 2024 года. Мы в реестре нашли всего лишь 4 приговора за месяц. Да, 4 приговора, причем 3 из них вынесены одним и тем же судом. И, естественно, все мы их смотреть не будем. Мы посмотрим только один из них. И почему остальные не будем смотреть? А потому что они типовые. Там везде указано одно и то же. И людей привлекли к одному и тому же наказанию. Итак, смотрим. Посмотрим мы приговор от 24 января 2024 года, который вынесен Ракытневским районным судом Ривненской области. И что мы здесь видим? Что вот суд пишет? Суд установил. Ось, да? Вот тут будем читать. Будучи військовозобовязанным, у ТЦК и АСП, что рассташованы за адресой. 2 жовтня 2023 года отримал повістку про виклик на 9-ую годину. На 16 жовтня 2023 года для взятя на військовый облак та був попереджений тимчасово виконуючим обов'язки начальника керівника під особистий підпис про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку. Однак, всупереч вимогам закону України про військовий обов'язок та військову службу, за відсутності поважних причин, на 16 жовтня 2023 року не прибув у зв'язку з чим ухилився від військового обліку. То, о чому я вам в самом начале говорил, когда мы статтю 337 смотрели, вот про письменное уведомление про возможность уголовной ответственности и, соответственно, про уклонение от учета. И вот здесь это указано судом, что був попереджений, правда, не начальникам данных керівникам, а тимчасово виконуючим обов'язки керівника. Ну, добре. Далее, на что нужно обратить внимание? Суд указывает, что не было уважительных причин для того, чтобы человек не явился. То есть, если бы были какие-то уважительные причины неявки, то человек, в принципе, мог бы не привлекаться к уголовной ответственности. Но здесь никаких уважительных причин нет. Здесь вы, кстати, скажете, а какие же причины уважительные. Друзья, исключительного перечня уважительных причин неявки просто не существует. То есть, здесь все будет суд определять, была ли уважительная причина. Ну, и понятно, что есть такое там понятие, как заболевание, смерти близких родственников, да, это обязательно будет уважительная причина. Там, стихийно лыхо тоже будет уважительной причиной. Дальше уже, по сути, суд каждый раз будет разбираться, была ли уважительная причина. Далее, что мы смотрим? Что суд говорит, что за значенную квалификацию дий обвинуваченного суд вважает вирным. А сам обвинуваченный, ось, у присутствии захисника, адвоката, надав письмовую заяву, соответственно, до которой он беззаперечно признав свою винуватість в чиненні инкриминованного ему проступку. И, согласно с висновками и рассмотрением обвинувального акта в спроченном проведении за отсутствие участников судового проведения. То есть, человек, как бы, даже в суде не являлся, да. Он говорит, я все согласен, все признаю и не прихожу в суд даже. И дальше мы смотрим, что установил суд визнати винуватым в чиненні криминального правопорушения, предбаченного частиною первой статтею 337 КК Украины та призначити покарание в виде штрафа в размере 300 неоподаткованных минимумов доходов граждан, еще складая 5100 гривень. Итак, что мы увидели? Человеку вручили повестку с вызовом его в ТЦК и ЕСП для постановки его на воинский учет. Дали сразу предупреждение про возможное уклонение и ответственность за возможное уклонение от воинского учета. Человек, собственно говоря, сделал то, о чем его предупреждали. Да, есть вот эта неявка по повестке в ТЦК и ЕСП. Дальше уголовное производство и приговор. И приговор суда 5100 гривен штраф. Конечно же, вы спросите, а можно ли такого человека мобилизовать? А что с ним будет дальше? А дальше будет следующее. Человеку снова теоретически могут дать такую же повестку. Он снова может не прийти. И снова будет та же самая уголовная ответственность. А потом что? А потом та же самая история. То есть пока ТЦК и ЕСП не берет людей, ну скажем так, своим личным решением не берет человека на воинский учет, то человек, совершая правонарушение, предусмотренное статьей 337, будет теоретически хоть каждый день платить этот штраф. И это не трансформируется в какую-то другую статью, потому что мы знаем, что за уклонение от мобилизации привлекают только тех людей, которые прошли ВЛК. А здесь мы понимаем, что человек ВЛК не проходил. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Его название вы сейчас вот здесь видите на экране. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok